Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития проработать вопросы, связанные с проведением всероссийской переписи населения в 2020 году. Сообщение об этом размещено на сайте Кабмина, глава которого, в частности, поручил до 21 августа согласовать точные сроки проведения и дату переписи, определить федеральный орган исполнительной власти, ответственный за ее подготовку, и провести пилотное обследование, пробную перепись, в 2018 году. Ранее премьер-министр заявлял, что предстоящую перепись предлагается проводить тремя методами – через домашние компьютеры, смартфоны и иные приспособления, с помощью специальных планшетов-переписчиков, а также традиционным методом – лично на дому через заполнение бумажных листов. Димитровградцы будут выбирать сети-менеджера из трех кандидатов. Комиссия по проведению конкурса на замещение вакантной должности главы администрации города-атомщиков рекомендовала допустить на выборы всех кандидатов. Это Сергей Выжимов, Алексей Гадальшин и Татьяна Богатова. Теперь, 1 августа, в соответствии с решением городской думы Димитровграда, состоятся конкурс документов и собеседование с кандидатами на замещение вакантной должности главы администрации Меликеса. А затем, уже после каникул, депутаты выберут из рекомендованных претендентов нового сети-менеджера Димитровграда. Культурная мозаика малых городов и сел России. Так называется масштабный проект, призванный поддержать начинание малых территорий в сфере преобразования средств на культуру. В 2017 году победителями третьего всероссийского конкурса стали 58 проектов из 38 субъектов федерации. Наибольшее количество заявок победителей поступило из Иркутской области и Пермского края по 4, а также по 3 из Ярославской и Ульяновской областей. Например, индийский проект называется «Диалог поколений». Представители поселка Силикатный и Сенгилейского района задались вопросом «Мы – песочный остров?», а терингульцы представили ожившую историю, в которой взаимодействуют театральное искусство, туризм и история родного края. Среди организаций победителей больше всего представлены некоммерческие организации, музеи и библиотеки.